Родился я в России. После гражданской войны переехал отец сюда, в Россию. В России такая криминальная обстановка была, и, ну, так скажем, его убили. И, ну, отца не стало в 2001 году, да? 11 лет, да, мне было, получается, 2003. Мне повезло на самом деле, что не было плохих людей кругом, и как бы воспитывался, можно так сказать, на улице, да? На данном этапе я закончил 4 высших образования. Пятое образование получаю сейчас, аспирантуру. У меня даже было приглашение с American Top Team. Было, не знаю, просто какой-то личный момент. И мне понравилось, что я, наверное, мог с бородой приехал. А Infighter, мои друзья, братья, они мне всегда помогают словом и делом. За его спиной очень много моментов, так скажем, позорных. Я, если честно, даже не хочу о нем разговаривать, затрагивать его. Пусть. Всем привет, дорогие друзья. Клиника доктора Джамолова предлагает качественные стоматологические услуги. Друзья, приходите, вы заслуживаете красивую и здоровую улыбку. Сарах, ассалам алейкум. Аликс, ассалам. Как все дела? Там, Дуля, все хорошо, тренируемся, готовимся, Паша. Столько людей приезжает, столько местной публики. Нет. Получается, я примерно уже дрался, а, чтобы не соврать, 4 боя в Москве крайних, или 5 даже, да? И, получается, у меня публика и поддержка была, наверное, лучше у всех. У меня, у Азама, у Фатхидина. Громче всех кричали наши, да, только земляки. И это очень приятно, на самом деле. Какие чувства, когда ты боишься, когда тебя видишь, слышишь? Когда это я слышу, ну, на самом деле, я менее эмоциональнее во время боя и перед боем. Но вот это, когда в трудные моменты, например, идет стык на стык, да, когда идет 50 на 50, рубка, так сказать. И вот это, в момент, когда поддержка идет, это чуть тебя мотивирует, это талкивает вперед. Этого очень дорого стоит, чтобы приезжали так люди и болели за своих. Я говорю, клянусь, был такой момент, что когда адыги, да, ребята приезжали за своих земляков, поддерживали, я белой завистью завидовал, что столько народу поддерживает людей. И мне чуть-чуть было зависть, да, в плане, ну, белой завистью. А теперь уже можно мне позавидовать с моей поддержкой, да? Скажи, пожалуйста, что у тебя происходит сейчас с контрактом, какие дальнейшие планы у тебя? Будешь ли ты в UFC и ты продолжишь свою конъемную серию? Ну, на 100% знать никто не может сейчас, что будет. Но в данный момент я свободный агент. Не мне прислали, не мне прислали, прислали контракт. Менеджер сейчас разговаривает по поводу этого всего. И в данном этапе, не знаю, я жду пока, как не скажет моя команда, где я буду драться и как я буду драться. Сейчас разговаривает по поводу контракта. Я жду, как говорится, новостей от руководства команды. Родился я в России. Получается, после гражданской войны переехал отец сюда, в Россию. Родился я уже в России. Прожил детство в Киргизии. Так как родители занимались бизнесом. Ну и параллельно, получается, не знаю, по каким стечениям обстоятельств мы жили в Бишкеке, в Киргизии. Все детство вырос я там. Тренировался, начинал тоже там вольной борьбой. Ну, там буквально года два. Потом опять мы переехали в Россию. И там уже начал заниматься панкратионом с детства. А грехоримской борьбой потом перешел в панкратион. И, честно говоря, не хотел никогда и не думал даже, что свяжу жизнь свою с профессиональным спортом. Но получилось так, как получилось, да, говорят. И ни капли не сожалею, альхамдуля, в любом положении. Да, тяжелый, тернистый путь. Но, как говорится, достойный, да, уважения и внимания. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет было, когда отца твоего не стало? Что ты тебя воспитывал в таком духе? У меня, получается, отца не стало в 2001 году, да? 11 лет, да, мне было, получается? 2003. Получается, воспитывал, как говорится, мама занималась бизнесом, чтобы прокормить, да? А я воспитывался тренировками, тренерами, старшими товарищами во дворе. Как говорится, в таких, грубо говоря, тот же самый Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Это Исламской Республики. И на улице, как говорится, и старший брат, так называемый. И молодежь там воспитывается иначе, да? Грубо говоря. Я постоянно где-то был в компаниях, где старшие товарищи были. И в спортивных кругах, как говорится, плохому не учили. Учили только хорошему. Ну, получилось так, мне повезло на самом деле, что не было плохих людей кругом. И как бы воспитывался, можно так сказать, на улице, да? Времени у мамы постоянно не было, потому что она была в разъездах где-то, в каких-то командировках в разных городах, странах. И получается, вроде бы неплохо воспитали. Мама, конечно, несла свою лепту, но и спорт тоже мне помог встать на ноги, как бы формировать свою личность. И я сам ответственность знал с детства, что отца нету, кроме матери некому помогать, так что надо вставать на ноги. И хорошо для себя уяснил, что учеба – это одна из главных. На данном этапе я закончил 4 высших образования. Пятое образование получаю сейчас, аспирантуру. А что образование? Юридическое, инженер, первый энергетик, потом юридическое, военное образование. Я офицер, старший лейтенант. Потом у меня педагогическое, и сейчас я на философа учусь. Кандидат философских наук в диссертацию пишу. Слушай, а как, то есть отец тебя с детства воспитывал как религиозный, да, получается? Да, все в планах, в традициях, как говорится. И, ну, с течением обстоятельств просто, как говорится, в России такая криминальная обстановка была. И, ну, так скажем, его убили. И, ну, так получилось. Тут я ничего не могу сказать. Какие-то комментарии оставить. Как ты в это время ни разу не был в Таджикистане? Почему? Я в детстве был все в Таджикистане. Мы постоянно каждый год летали туда. Я даже помню первый раз на самолете туда летали. Ну, на самом деле, очень счастливое детство было. Как я помню. Постоянно фрукты я ел, да. А в Таджикистане где вы жили? Таджикабак. А, в Таджикистане. И, в принципе, все хорошо было, но получилось так, случилось, как говорится. Сейчас что ты будешь делать? Ты тренируешься? Ну, я жду новостей, на самом деле. Мне уже ИСЕ предложило по контракту на 3 апреля подраться в Москве. Опять в Москве. Ну, сейчас я жду, как говорится, новостей от церкви. и руководство командой. И сейчас буду ближайшие полтора месяца точно тут. А кто соперник? Соперник точно не могу сказать имя, фамилию. Вроде бы Магомед Ибрагимов. Я точно знаю, что он выиграл Абдурахмана Джанаева. На Грозном турнире вроде бы был тогда, еще в октябре. Сгорца 5-0. Такой рекорд вроде бы маленький, но опытный. Видно сразу. Посмотрел его пару боев с Хавьером, с бразильцем. И с Абдурахманом Джанаевым. Довольно-таки очень крепкий, сложный соперник. Тем более 84. Я не часто в этой дрался в этом весе. Ну, посмотрим. Ты дебютировал против Бреда Купера, да? Да. Ну, так мне показалось, что физически он не самый крепкий в этом весе. Есть намного крепче. Если сравнивать того же самого чемпиона Салама Абдурахманова. Тот очень физически крепкий парень. Сильный, технический. Так что есть куда стремиться и какие амбиции проявлять. Я помню, когда перед твоим боем с Купером я проходил мимо тебя. И кто-то из твоих одноклубников прошел. И ты сказал, добро пожаловать в мой мир на морально-волюбие. Это как? Расскажи, пожалуйста. Ну, это я сказал, когда я был в 7,7 килограмм. Ну, например, парень у меня дрался, знакомый. В 7,7 килограмм. И я помню, как в 7,7 килограмм ты начинаешь весогонку за 2 месяца. В межсезоне я где-то вешу 92 килограмма. Начинаю тренироваться, набирать форму. Где-то вешу 93, да? Ну, если на физику именно делаю работу. И оттуда в 7,7 я гоняю. У меня диета начинается за 2, иногда за 1,5 месяца. И просто жизнь, вот эти яркие краски, когда ты должен радоваться в Таиланде, они у тебя все превращаются в серый цвет. И ты просто человек-негатив, можно так сказать. И на морально-волевых начинаешь диету держать уже самую ожесточенную за 2 недели, без улыбки, без настроения ходишь. Мне даже близкие уже не звонят, грубо говоря, за неделю знают, что у меня просто даже сил нет разговаривать. И гоняешь столько килограмм, по 15 килограмм. И на морально-волевых последние недели готовишься. И когда ты все это оставляешь висогонки и выходишь на бой, ты не успеваешь полностью восстановиться. Соответственно, с каждым боем все сложнее восстанавливаться. И вот так вот на морально-волевых, когда я дрался с Измаэлем, бразилец, тоже в Москве, я чисто его передышал на морально-волевых. Он выносливый был. Ну, мне как-то повезло, аль-хамдуля, что я его передышал в третьем раунде. И просто, ну, столько веса потеряв, и я понял для себя одно, что лучше где-то килограмм 10 немного гонять, но зато себя чувствовать очень расслабленно. Прям, чтобы у тебя выносливость была, как говорится, на уровне. А то ты на весогонке все теряешь выносливость, и потом выходишь, как выжатый лимон, и уже не хочешь драться. Для тебя задача стоит согнать вес, а не выиграть бой. Вот так же я подрался с Хиром Магомедовым. Для меня главное было согнать вес. А то, что какой уже был результат, я даже не обращал внимания. Это для меня была антимотивация. Сейчас Мурло Алиф только так и будет гонять вес. Он сейчас вес около 80 килограммов уже. Что ты ему посоветуй? Посоветую только сабр, терпение. Вариантов других нету, как говорится. Ну просто надо как-то чуть-чуть или в межсезонье себя ограничивать, не разъедаться. Просто я когда прилетаю домой, я начинаю есть плов, мясо. Ну все, не могу устояться. Потому что этого нету, грубо говоря. Да, дома это уже постоянно. Тебя родственники то туда, то туда позовут. И ты не можешь остановиться на этом формате. Ну, только диету держать или просто переходить в другой вес. Больше в этом я не вижу вариантов. Вот если посмотреть на зарубежных бойцов, бойцов UFC, процентов, наверное, 70-80, может быть, даже не гоняют очень много вес. Килограмм по 10. Только бразилы, наверное, сумасшедшие больше, чем представители СНГ гоняют. Так что я не знаю. Надо больше технически развиваться, чем больше гонять. Мое такое мнение сложилось с течением опыта какого-то. Я не хочу в UFC в плане там, ну, конечно, все хотят в UFC. Но в плане каких-то там целенаправленностей, что я в UFC попаду, у меня такого нету. Просто охота была в Америке потренироваться, посмотреть, как это все школа изнутри. Посмотреть, как говорится, враг готовится изнутри. У меня даже было приглашение с American Top Team. Было письмо, что мне все оплатят. Я специально сделал Шенген в Прагу, в Чехию, чтобы полететь, получить визу. Потому что в России это нереально, в Каджикистане получить американскую визу. Я слетал туда, и там просто, не знаю, на какой-то предвзятой манере или на каком-то личном моменте мне просто женщина, которая в окне, не дала эту визу. Хотя у меня все были документы, и я свободно разговариваю на английском языке. Не знаю, просто какой-то личный момент. И мне понравилось, что я, наверное, мог с бородой приехал. Из всего посольства, наверное, я один не получил визу. Это чисто личный момент какой-то. А почему ты через Таджикистан не хочешь получить? Через Таджикистан всего лишь проходимость визы 2%. В Праге было 70-80% средняя выдача визы. Но большая вероятность. В России в ближайшие 2 месяца нельзя было записаться на получение визы. Так что, ну, тут такое обстоятельство вышло. Ну, иншаллах, посмотрим. Может, в следующий раз, если поменяются обстоятельства, или, может, какой-нибудь контракт получится. Рабочую визу, говорят, без проблем дают. Просто хотел туристическую получить, пройти сборы там. Скажи, пожалуйста, я не надо, правда, тебе живу от твоего одноклубника Эдуарда Вартаняна. И он рассказал о твоем юморе. Расскажи, пожалуйста, что за юмор какой-то, блядь, твой? Ну, у нас специфический с ним юмор. Ну, у нас, в принципе, вообще в команде в Стреле такой юмор, что у нас так получилось, что собрались все представители разных наций, да, там и религии, конфессии, да, грубо говоря. И у нас команда дружная, как в Советском Союзе мы живем. И, как говорится, и у всех какие-то свои плюсы, свои минусы. И мы пытаемся друг друга подколоть на этом фоне. Потому что в спортивной семье это так принято. И как бы проверяют, как на вшивость, что ли, да, или на прочность. И где-то кого-то друг друга подкалывают, кто-то на кого-то обижается, кто-то потом мирится. Ну, это нормально, это жизнь. Она идет своим чередом. И юмор должен присутствовать. Без юмора смысла нету в этом во всем. В плане там, мы команда, мы шутим, веселимся. Постоянно на тренировках, как говорится. Кушаем вместе, сидим за одним столом. Как говорится, маленькая семья уже, да? Расскажите, пожалуйста, о Тарасе Кьяшко. Он довольно именитый тренер в России. Какие у него тренировки? Что ты можешь видеть, как бы с моего характера, о манере его тренировок? Ну, скажу. Кратко, наверное, не получится сказать о нем. Но высокого уровня тренер. Как говорится, может ладить со всеми, несмотря там, да, я еще раз повторяюсь, на нации, религии. Собрал под руководство всех представителей бывших республик СССР. Как говорится, ну, очень правильный, можно так сказать, в плане где-то... Он еще и твой менеджер, да? Ну, у нас, в принципе, команда менеджера наша, она же и двигает все моменты, и руководство, как говорится, представляется, когда разговор идет с лигами. Очень интересный, как говорится, человек, да, на которого можно положиться. Можно так кратко, четко высказать, что и в углу может сказать, помочь с делом, словом, как профессионал. И в жизни, да, там где-то, если что-то спросить, совет какой-то. Просто как человеку подойти, старшему товарищу, да, наставнику. Подскажет, поможет в любое время. Так что, как говорится, не зря на нашем жизненном пути он встретился. Айнфайтер, мои друзья, братья, они мне всегда помогают, словом и делом. В принципе, какого-то контракта у меня нету с ними, и чисто на дружеской, на братских отношениях мы помогаем. Где-то я там, где-то они меня подключают постоянно, я им, они мне, говорят, какие-то моменты помогают. Так что, то, что они ушли, мне разницы нету с какой леги. Я дальше с ними так же работаю, и это чисто мой личный момент. Отлично. Один из самых громких боев на данном мире. Хабиб против Тони Фергюсона, твои прогнозы, твое мнение на что-то обоя. Тут объективно говорить, 70 на 30 Хабиб, да. И я думаю, что... Ну, Фергюсон может какой-то придумать сюрприз для него, потому что он чуть-чуть нестандартный человек. Как и в голове, как и в стиле в бое. Ну, думаю, Хабибу выиграет. Может быть, что-то его удивит в этом бою. Но, думаю, уверенно, так же заберет победу. Слушай, совсем недавно поднялась такая жесткая шумиха. Есть такой боец, Махмуд Мурадов, который родился и немножко вырос в Татистане, потом уехал. Вот твое мнение, он тоже тьется в твоем весе. Что ты думаешь об этом? Ну, уже вызвал Дураев, да, Альберт, его на бой. На самом деле, сильно много внимания ему уделяем в плане, он не достоин этого. Даже какие-то там негативные в него внимания. Лучше его пусть меньше народу знает. Потому что за его спиной очень много моментов, так скажем, позорных. Я, если честно, даже не хочу о нем разговаривать, затрагивать его. Пусть у него свое кино идет. Мы лучше отдельно в стороне отойдем. Если он так сказал, хай с ним, пусть будет это так. И для нас даже лучше, пусть он не считает ни кем там, да, там, ни братьями, ни так далее. Для нас это будет лучше. И последний вопрос. Твои пожелания, твои пожелания таджикскому народу? Наша задача, как говорится, готовиться, пахать. Ваша, наверное, ну, так скажем, задача, да, приходить, поддерживать, болеть за нас от души искренне. Потому что у нас работа одна из, как говорится, самых сложных, наверное, и невысокооплачиваемых. Просто тут, кто этим делом занимается, по большему счету фанатики этого дела. Просто любят, как говорится, это дело. И признание болельщиков, это, наверное, дороже, чем деньги. Так что наша задача будет готовиться выступать, а вы будьте с нами в любом положении. У Нурика будет сейчас бой. Хочешь ли ты им очень пожелать? Пожелать только терпения. Самое главное сделать вес спокойно. Это тоже на себе пройдено, что это очень тяжело. И сильно-сильно хорошо подготовиться, а победа уже не от нас зависит. Ассалам алейкум, дорогие друзья, земляки, просто любители фанатов. Приглашаю на FFC Selection 22 февраля, Крылья Советов. Приходите, будет зрелищно, очень интересно. Будут красивые, очень противостояния. Спасибо. Спасибо тебе большое, это рад. Удачи тебе.